Единичный случай или новая реальность? На юге Германии столкновения полиции и беженцев. Беспорядки вспыхнули, когда силовики попытались депортировать мигранта из ТОГа. Подробности у Татьяны Лагуновой. Колонна полицейских машин и сотни правоохранителей в полной экипировке. Целая спецоперация, чтобы депортировать одного беженца. Гражданина ТОГа, которому была отказана в предоставлении убежища, полиция пыталась задержать для последующего выдворения с начала недели. Но его несколько раз отбивали жители приюта, мигранты из стран Африки. В понедельник мы столкнулись с совершенно новой по форме и масштабам ситуации. Четверо полицейских хотели забрать из приюта беженца из ТОГа для депортации в Италию. Но около 200 мигрантов из Африки оказали организованное сопротивление с применением насилия. Ситуация была настолько опасной, что полиции пришлось уехать. Через несколько дней попытку повторили, но в приют уже приехали не обычные патрульные, а спецназ. ТОГа леса задержали, еще 20 беженцам предъявили обвинение в оказании сопротивления полиции. Такие столкновения случай единичный, но немецкие силовики уже заговорили о новом феномене. В общежитиях для беженцев могут формироваться организованные структуры со своей собственной иерархией и порядком. Никие территории вне закона. Предотвратить их появление уже пообещал министр внутренних дел страны. Мол, подобные лагеря будут расселять, а депортации проводить, несмотря на сопротивление. Произошедшее это пощечено всем законопослушным жителям Германии. Недопустимо вытирать ноги о гостеприимство. По данным немецкого МВД сейчас депортации ожидают около 40 тысяч человек. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.